Привет, друзья! С вами снова Алон Лембрицкий, и мы продолжаем узнавать кучу всяких интересных вещей про Раби Мушебен Маймона, про Рамбама, или, как его иногда называют, Маймонид. Итак, на прошлом нашем занятии, на прошлой нашей встрече, мы упомянули о том, что Раби Мушебен Маймон, когда мы говорим о нем, мы говорим о Боге. Итак, я постараюсь сегодня расшифровать, что я имел в виду. Итак, когда сегодня мы говорим о том, кто у нас считается великим раввином, то, как правило, мы обращаемся к его знаниям в области Аллахи. Аллаха, кто не в курсе, это еврейское законодательство, еврейское религиозное законодательство. То есть, кто больше Аллахи знает, кто в ней лучше разбирается, тот и более крутой. Например, если мы приведем каких-то известных раввинов современности, то, конечно же, нам нужно вспомнить Раби Авадию Иосефа, небезызвестного, данной непокойной светлой ему памятью, который обладал какой-то феноменальной памятью. То есть, по сути, если говорить о том, кто сегодня считается великим раввином, то, наверное, можно сказать, что это тот человек, у которого ко всем остальным достоинствам еще и удивительно хорошая память. Потому что помнить все галактические нюансы, все законодательные нюансы, это, я вам скажу, не самая простая штука в этом мире. А кто же считался великим раввином с точки зрения Рамбама? Вот это уже интересно. С точки зрения Рамбама приоритеты были абсолютно другие. Если сегодня, как я уже сказал, главный приоритет — это изучение практической законодательной части Торы, и кто знает больше, тот и молодец, то с точки зрения Рамбама главная задача религии и самый важный аспект изучения Торы — это теология, это наука о Боге. И вот кто там знает больше, тот и молодец. Кого же можно привести в пример людей, которые могли бы считаться с точки зрения Рамбама выдающимися раввинами? Ну, конечно же, нужно начинать с Мошера Бейну. Мошера Бейну в представлении Рамбама — это, в общем-то, ультимативный раввин, говоря современным языком. Что я имею в виду? Это человек, который достиг в своем постижении Бога уровня пророчества. По сути, с точки зрения Маймонида, человек, достигающий степени пророчества, это и есть, собственно говоря, человек. Остальные находятся по пути к тому, чтобы реализоваться как люди, и более детально, и более подробно мы, конечно же, будем говорить об этом дальше. Кого же Маймонид считал человеком, который достоин быть приблизительно так же, как и Мошера Бейну? И вот тут начинается самое интересное. С точки зрения Маймонида, следующий в очереди за Мошера Бейну — это, угадайте, кто? Это Аристотель. И я не шучу. Он пишет об этом в открытую в письме, адресованном Рабишмуэлю ибин Тибону, который жил в Провансе и являлся официальным переводчиком Рамбама с арабского на иврит. Рабишмуэлю ибин Тибон поинтересовался у Рамбама, кого же из великих философов ему стоит изучать. И именно в этом письме, отвечая на его вопрос, Рамбам пишет, что, конечно же, первый, говоря об уровне святости, этому Шара Бейну, тут без разговоров, и следующий за ним — это Аристотель. Аристотель, с точки зрения Маймонида, достиг ступеньки одной ниже Моисея. Почему? Потому что он узнал, в общем-то, о Боге всё, кроме того, что могут узнать пророки. Это принципиальная разница, ребята. То есть сегодня такой подход практически неприменим. То есть сегодня человек, который изучает теологию, не всегда и не везде даже будет считаться раввином. А вот человек, который знает много Аллахи, тот обязательно. То есть человек, который сведует в законодательстве, а не в философии. С точки зрения Маймонида, приоритеты, как я уже сказал, должны быть другие. С его точки зрения Аллаха изучается до определённого возраста. 12, 13 лет, 14. Потом человек, в общем-то, повторяет всё изученное, всё, что он изучал до этого. Так, перед праздничками, на всякий случай, чтобы не забыть, вот основную часть своей жизни он посвящает изучению теологии, постижения Бога, ибо в этом проявляется наша человеческая сущность. В этом мы с вами человеки, возможности постижения Бога. И именно эту задачу Рамбам видел как самую главную в изучении Торы. И поэтому он создаёт внушительнейший труд по Аллахе, который, по его мнению, должен свести к минимуму какие-то чрезмерные студии с точки зрения Аллахи. И, с другой стороны, он пишет уникальнейшую книгу, потрясающую, о которой мы будем говорить с вами на следующих встречах. Это книга «Путеводитель заблудших». Запомните это название, а мы с ним ещё столкнёмся. Итак, подведём итоги. Мы говорили сегодня с вами о том, что отличает Рамбама от современников, от современных раввинов. И сказали, что среди современных раввинов более великим считается тот, кто более сведущ в галахических нюансах. С точки зрения Маймонида, это не так. С точки зрения Маймонида, более великий – это тот, кто больше знает о Боге. О том, кто может ответить на вопрос, который мы задали в нашей первой встрече. А кто это? Всем пока. С вами был Алон. Субтитры создавал DimaTorzok